Юные шашисты сразились за медали, кубки и путевки на краевые соревнования. Общегородской турнир «Чудо шашки» собрал 20 команд – старший, средний и младший лиг. В команде три мальчика и одна девочка. Время на партию – 15 минут. Раздумывать некогда. Особой подготовки такой у них было. Дети, у кого есть какие навыки, каждый ребенок придерживается определенными навыками в игре, в шашках. Самым старшим участникам на турнире 14 лет. Младшие – еще детсадовцы. Оптимальный возраст для начала тренировок – 7 лет, говорят тренеры. Правильными методиками к 10 годам можно научить до уровня первого разряда. Дети увлеченно играют. Просто показывать им игру – это интеллект. Ребенку хочется выигрывать. Когда ребенок хочет выигрывать, он хочет показать свое совершенство. Или в беге, или в каком-то соревновательном процессе, в данном случае – шашки. Соревнования «Чудо-шашки» зародились еще во времена СССР. Современные школьники эстафету подхватили. Занимаются дома, в школе и в центрах детского творчества. Как здесь, в Новонекольске. На таких соревнованиях первое место даже гарантирует выход на чемпионат Приморского края. Если там победить, то можно выйти на соревнования по России. У меня само увлечение идет. Я сам хочу этим заниматься. Ты, может, какие-то книги читаешь специально? Есть же? Нет, я хожу на тренировки. Возле школы моей есть. Там у нас тренируют. Соперник, да, под ловушки не попадался в ноги. И обходил стороной разное. Два дня соревнования определили призеров. Воспитанники ЦРТДЮ стали победителями во всех трех возрастных категориях. Среди старших также отличились ученики 11-й школы и села Воздвиженка. Серебро у бронза средней лиги, у Воздвиженки и Раковки. В младшей у 28-й и 131-й школы.